восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих с вами александр шадов осьминог бесконечности и сегодня у нас с вами в гостях артур шопенгауэр а здравствуйте артур здравствуйте александр я очень рад вас видеть я очень много лет был мертв и поэтому мне очень 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 больно в общем-то артур шопенгауэр как известно и величайший философ немецкий и сегодня мы с ним обсудим проблемы и феминизма какой нафер феминизм я ненавижу феминизм это тетки должны сдохнуть должны сдохнуть все да в общем то обсудим один пост который мне очень ответили на один из моих одно из моих видео давайте посмотрим что написала нам подписчица либо просто заблудшая душа которая посмотрела наше предыдущее видео про артура шопенгауэра артур шопенгауэр там тоже участвовал мы с ним и часто в общем то делаем совместные стримы с артуром шопенгауэром да и в общем то прошлый стрим ей не понравился очень не понравился и она решила в общем вот что она решила заметить зачитываю уважаемый артур шопенгауэр женщин насилуют грабят продают в рабство обычно не женщины если бы мужчины были милыми созданиями которые занимались бы мирными делами то от кого тогда надо было бы защищать женщин с трех раз отгадайте а чтобы вы выбрали женщины защитить мужчин от других мужчин либо вообще отсутствие угрозы убить видимо всех мужчин ладно а и не женщин называют головой семьи даже если при этом данная голова просто пьет пиво на лавочке пока его жена тащит на себе детей дом и его самого а и женщины не женщины становятся президентами россии не женщин с детства учишь что надо быть нежным хрупким цветочком ведомый пассивный и так далее а так так что не несите чушь уважаемый сексист будьте добры артур что вы думаете об этом в общем к вам то обратились давайте выскажите пожалуйста свое мнение ты тупая тетка тебе вообще стоит на кухне сидеть с детьми блин на кухне с детьми я тебя ненавижу ты тупая я великий философ я написал большую книгу а ты нет все молчи да очень и очень важно ваше мнение на мой взгляд но давайте более серьезно подойдем к данной проблеме а что вы как философ думаете об этой проблеме в общем это 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 рессентимент по моему полный рессентимент мой ученик не сказал что такие штуки называются рессентиментами да я с вами полностью согласен но давайте более предметно разберем то что здесь написано так у нас есть для этого материалы специальные ну давайте начнем пожалуй с того факта вот к первому предложению подойдем вот мужчин то ведь тоже на самом деле насилуют грабят и продают в рабство ну то есть эта проблема не только женщин получается но то семинизм как бы говорит что это проблема женщин а на самом деле это не только проблема женщин мужчин продает не знаю трансгендеров в рабство наверное но это меньшее количество людей трансгендеров продается в рабство я думаю но это тоже очевидно а мужчин и женщин и всех продают рабство это то есть не чисто женская проблема вопрос да почему когда вот вот это вот выдвинулась так вперед артур шипенгавр что вы об этом можете нам сказать я считаю что женщины не интеллектуальные они совершенно глупые поэтому они поддаются таким феминистическим уловкам эти глупости распространяются по всей планете и вот что мы видим в итоге спасибо за ваше мнение я с вами в принципе тоже согласен ну вот получается так женщины которые занимаются феминизм преимущественно особенно радикальным они не хотят думать головой и не хотят в общем-то смотреть глубже вот той проблемы которые они видят до поверхности а ну давайте ка дальше давайте более более конструктивно сейчас обсудим эту проблему да в принципе действительно преимущественно женщин насилуют убивают и берут в плен и не женщины но и не все мужчины этим занимаются давайте к честно заметим ну большинство мужчин в принципе не причастны к изнасилованием грабежу убийством и продаже в рабство а в целом тюрьмах в общем-то соотношение за арестованных мужчин и женщин но 70 к 30 где-то вот так вот является 7 к 3 мы так скажем 70 процентов и 30 процентов сидящих в тюрьме 70 мужчин и 30 женщин и а ну да интересно получается что 70 процентов преступников мужчины 30 женщины и вероятно да ну это обусловлено тем что мужчины физически сильнее но все равно женщины совершают преступления а вот также заметим что как бы все равно в тюрьме сидит меньше ну в хороших странах нормальных странах нормальных терпимых таких странах в тюрьме сидит меньше одного процента населения меньше одного процента населения то есть вот это вот 7 к 3 оно оно располагается где-то вот в этом одном проценте преступников от всего общего числа людей и мужчин и женщин ну то есть считайте у нас есть и семь процентов преступ ноль семь процентов так скажем мужчин преступников и ноль три процента преступниц женщин разница то не такая большая получается честно говоря а ну то есть вот вам и пример такой неплохой артур шипенгауэр а что вы думаете в общем-то об этом почему почему у нас такая разница почему в общем-то 70 процентов из всех преступников мужчины 30 женщин прошу вас я полагаю что женщины они как бы физически очень слабые и глупые поэтому они не могут совершить преступление вот и все спасибо ваше мнение ваше мнение как всегда очень очень ценно для нашего паблика конечно а ладно продолжаем вот как бы получается что женщины обыкновенно феминистки именно обвиняют всех мужчин в том что вот они виновны в изнасилованиях виновны в грабежах виновны в продаже в рабство но фактически фактически даже один процент мужчин ну не занимает со все вот эти вот один ну процент эх этим процент мужчины как 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 почему они говорят почему ониían руб я не погибаю часто говоря ну да действительно процент процент преступников среди мужчин больше чем женщин но просто количество преступников настолько волос что у это не имеет какого-то большого значения. А также я считаю, что нет разницы, как кого называют. Главой семьи, не главой семьи. Это все, по-моему, условности. Артур Шпенгауэр, что вы об этом думаете? Я считаю, что он только мужчина может быть главой семьи. Витолог я разрушил институт семьи, потому что он бесполезен. Он не нужен никому. Вот так вот я думаю. Спасибо за вопрос. Вам спасибо за ответ, уважаемый Артур Шпенгауэр. Мы знаем вашу позицию. Вы очень критически относитесь вообще к феминизму и к женщинам. И я понимаю вообще-то вашу агрессию до женщин. Потому что то, что вот сейчас происходит, то, что мы видим, вот этот пост и вообще многие посты о феминизме в интернете, они вот такие, вот они ужасные, они никак не соотносятся ни с какими фактами. Просто какая-то странная выборочная случайно статистика, которая в принципе ничего не значит. Вот один процент и вот эти вот проблемы одного процента распространяют, в общем-то, на все общество. И это, по-моему, тоже ужасно. А также говорят, что женщины не становятся президентами России. И я бы заметил, что 99,9999, там сотых, сотых, тысячных, десятых и так далее процентов мужчин тоже никогда не станут президентами России. И более того, даже не имеют на это ни единого шанса. Ой. Ой, 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 ой. Как интересно, да, получается? Ну, забавно. Действительно забавно. Так, что же у нас дальше еще идет? Да, относительно женского воспитания. Я бы, кстати, сказал, что женское воспитание мне нравится больше мужского. Потому что оно более, как бы, мягкое, оно подразумевает действительно меньше какой-то пассивной агрессии в том числе. И это хорошо. Это действительно хорошо. Артур Шпенгар, что вы думаете по этому поводу? Я очень много думал по этому поводу. Но я был мертв много, много лет. И поэтому мне плевать, честно говоря, на все это. Спасибо, Александр, что оживили меня хотя бы на эти 10 минут. И я очень благодарен вам. Очень благодарен. Женщины, они там, типа, чувствительные создания. Чувствительные. Очень, на самом деле, они, на самом деле, тупо рациональны. У женщин нет воли. Вот что я считаю. У них меньше воли, чем у мужчин. Поэтому они хуже, чем мужчины. Вот так вот. Спасибо, Артур Шпенгар. Артур Шпенгар помог мне, помог, в общем-то, с ней разделаться. Помог бы, получилось довольно-таки удачно. Что вы скажете подписчикам нашего канала, Артур Шпенгар? Что вы думаете о них? Лучше не говорите, что вы о них думаете. Просто скажите что-нибудь хорошее. Мы живем в худшем из возможных миров. Жизнь это страдания. Мы все умрем. Вот так вот, вот так вот, друзья. Я уже умер. И вы умрете все. Всего вам доброго. С трупы. Ладно. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Продолжение следует.